Утро на Радио Спутник в Крыму. Мы готовим вас к новому дню. Всем еще раз доброе утро. Продолжаем эфир Радио Спутник в Крыму в студии Ирина Мольд и всем хорошего настроения. У нас новая тема. С учетом актуальных потребностей в обеспечении водой специалисты Крымского Федерального Университета участвовали в разработке нового для России профессионального стандарта специалист по акватронике. Об этом мы поговорим подробнее. В мире направление акватроника появилось всего 8 лет назад. В Германии, в Израиле, Бразилии, в России мы впервые готовы начать обучение специалистов, рассказал руководитель Крымского Федерального Университета имени Вернадского Андрей Фололеев. Наличие подобных специалистов позволит предотвратить существующую сегодня в Крыму проблему с водообеспечением путем моделирования различных чрезвычайных ситуаций и оптимизирования работы водопроводных сетей. Подробности обсудим с гостями в студии. А это сегодня заведующий кафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Крымского Федерального Университета имени Вернадского Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы водной технологии Анатолий Копачевский. Здравствуйте. 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 Итак, специалист по акватронике. Кто это? Вот, наверное, первый вопрос, возникающий у людей, ну, так скажем, мягко далеких от темы, как я. Да, ну, во-первых, что такое акватроника? Ну, аква-это понятно, дальше. Акватроника – это электроника. То есть это, в общем, это использование возможности электронной компьютерной техники для решения проблем по водообеспечению, ну и скорее бы водопользованию. И как возникло это направление, абсолютно новое направление в науке и технике, в 2005-2015 год ООН признали годом чистая вода, вода для жизни. И были разработаны различные концепции, мероприятия для решения. Ну, и посчиталось, что интегральное понимание функций и специфики водных ресурсов, интегральные именно, так, являются ключом к развитию решений проблем технических, социальных, экономических, экологических, ну и в том числе даже политических. То есть они тоже... Это точно. Мы это на себе прочувствовали. Да. И тогда были определенные решения, в том числе в образе образования, так. И тогда одним из первых, это был Институт водных проблем в Дортмунте, предложил вот создать это направление. Германия, да? Германия, да. И даже название было запатентовано. То есть даже... То есть оно... Все. И дальше что? Значит, начали разрабатываться учебные программы, учебные курсы. И дошло до того, что есть такое направление по конкурсу рабочих специальностей WorldSkills. Так. Кстати, наши студенты вот в этом году вышли в финал, сейчас уезжают в Москву. Совершенно справедливо. Так вот WorldSkills уже проходит по акватронике начиная с 16-го года. Так. Ну, то есть в прошлом году это в России было. Ну, единственное, нельзя отходить от коммерции. Почему? Потому что тот же Институт в Дортмунте, он готовит ребят, команды для прохождения этого конкурса. То есть за деньги и так далее. Ну, мы в Дортмунд не можем поехать. Почему? По разным причинам. По разным причинам, да. Ну, российские команды достаточно успешны. Ну, кстати, а сейчас уже дистанционное обучение стартует, может быть, тоже есть на чем подумать? Мы даже готовили тренеров наших команд, они приезжали к нам, готовились. Ну, а теперь акватроника в КФУ. То есть нам повезло, что в 2014 году, так сказать, мы стали работать в Крымском федеральном университете. Появилась программа развития этого университета. И мы, наша кафедра выиграла конкурс проектов. И был проект по созданию научно-образовательного центра по акватронике. Мы подготовили помещение, подготовили, закупили оборудование, подготовили преподавателей. И, значит, начал этот центр работать. Ну, вопрос, если это образовательный центр, кого он готовит? То есть вот, готовят специалистов по акватронике. Но подготовку специалистов тут в Российской Федерации достаточно сложная структура. Для того, чтобы готовить, надо иметь лицензию по этому направлению. Для того, чтобы иметь лицензию, надо образовательную программу. Для образовательной программы надо иметь федеральный государственный образовательный стандарт. И последняя, так сказать, составляющая. Для того, чтобы был образовательный стандарт, надо иметь профессиональные стандарты, которые утверждены госструктурами. Ну, то есть Роскомт труда должен говорить, что нам эти специалисты нужны. Знаете, вот понятно, что много препонов каких-то существует. Даже, я бы сказала, не препонов, а каких-то вот законодательных, документальных, вот таких, такой волокиты. Мы вошли. И вот хороший пример. Значит, есть такое мехатроника. То есть там всемирно известное направление. То есть это механика и электроника. Ну, тут аналоги есть, так. И мехатроника появилась в 65-м году в Японии. То есть когда начали строить активный робот и так далее. Значит, специальность в Советском Союзе, в России появилась в 95-м году, через 30 лет. Вот когда проходила. То есть вот хотелось бы, чтобы вот все эти вещи административные проходили значительно быстрее. То есть мы, что активным двигателем акватроники является Российская Ассоциация Водоснабжения и Водотведения. То есть вот это как бы такое сообщество работодательства. Понимают, что нужны такие специалисты. Видимо, чувствуют нехватку. Совершенно справедливо. Было обращение к министру образования Российской Федерации, что нужно готовить. Ну и ответ стандартный, что есть определенная процедура. То есть вот готовьте документы и будем действовать. Ну и естественно мы, как законопослушные, готовим документы. То есть в 2018 году, значит, по обращению Национального Совета по президенту Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Было обращение к нам, просим участвовать в разработке. В 2018-2019 мы подготовили эти документы. Они сейчас проходят общую процедуру. То есть, ну, единственное, коронавирус там немножко сместил сроки в этом году. И на это повлияло. Да. В этом году, я уверен, что будет утвержден профстандарт. Следующий этап, значит, когда будет утвержден профстандарт, можно разрабатывать образовательный стандарт, но и получать специалиста по акватронике. Но, понимая ситуацию, что нужно специалисты эти уже сегодня, поэтому в рамках лицензии, которые существуют в Крымском федеральном университете... Давайте я быстро задам следующий вопрос, а то вы на него уже ответите, да? Нельзя ли пока вот эти процедуры документальные длятся, нельзя ли уже начинать готовить специалистов? Ну, думаю, что можно, и вы уже готовите, судя по началу ответа. Да, значит, ну, есть направление автоматизации технологических процессов по отраслям. То есть, вот мы постарались создать свой образовательный стандарт в рамках этого направления подготовки, и сейчас вот акватронщиков мы готовим по направлению автоматизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения. Значит, в 19-м году был первый набор, в этом году второй набор студентов. То есть, соответственно, через 4 года, 3-4 года, первые специалисты, что это даст Крыму? Значит, ну, первое, то есть, что позволяет делать акватронщик? Это первое, ну, то есть, мы должны представлять, что система водоснабжения и водоотведения достаточно сложная. То есть, это от начала получения воды, очистки воды, распределения, подачи воды, потом очистки стоков и, так сказать, возвращения стоков в природу. То есть, на всех этапах у нас участвуют, так сказать, составляющие по автоматизации процессов, так. И, то есть, мы получаем данные, которые нужно оптимизировать, оптимизировать по энергоэффективности, по качеству тех процессов, которые проводим. Ну, естественно, что с помощью компьютерной техники, с помощью моделирования, это все производят быстрее. То есть, это те специалисты, которые у нас учатся технологии в области водоснабжения и водоотведения. И все эти процессы используют компьютерные технологии и автоматизированные системы, то есть, это современные датчики. Вот смотрите, забегая вперед несколько, да, ну, вот прошло 4-5-6 лет, у нас появились специалисты, куда они могут пойти работать? Ну, первое, основным потребителем, который может использовать, это государственное предприятие, которое обеспечивает подачу воды и очистку стоков. Вот будут ли эти предприятия готовы принять данных специалистов? Значит, у нас есть письма, там, за подписью Баженова, за подписью МНЖКХ, там, потребность, да, есть, самое, да, мы готовим целевиков и так далее. Ну, я могу представить слово коллеги, то есть представители, да. Я призываю, да, подключиться, да, и, ну, во-первых, если есть что-то дополнить, пожалуйста, подключаемся, и тогда следующие вопросы. Значит, хочется дополнить следующее, что мир не стоит на месте, и науки все развиваются. Конечно. И если классические технологические процессы, которые были исследованы в прошлом столетии, то в этом столетии уже известно, что наука вся идет вперед, как технологическая, именно как технология, но в то же время повышаются требования к автоматизации. То есть, если раньше автоматизация, это было очень дорогое удовольствие, и автоматизировались... Дорогое, редкое. Ну, и потому редкое, потому что очень дорого стоили датчики, точность определенных датчиков была невелика, в промышленных условиях они загрязнялись. На сегодняшний день в этом отношении уже тоже шагнул прогресс вперед, и мы видим, во-первых, что практически все отрасли цифровизируются, практически все переходит на рельсы ЭВМ и управление дистанционное, это повышает точность, делает работу более... Уходим от некоторых рутинных процедур, многие вещи меньше человеческого фактора в каких-то процессах. Значит, но что происходит? Стандарт, вот как говорит Илья Викторович, старый, да, он находил, например, подготовка была в рамках строительства. То есть, большей частью готовили, да, водоснабженца водоотведения, но с уклоном на строительство систем водоснабжения, водоотведения. Вопрос на специалистов, которые умеют эксплуатировать, да, эти люди, повышая свою квалификацию, могли бы хорошо эксплуатировать эти системы. Что и приходилось делать, но это, получается, было не совсем профильное, то есть, люди доучивались еще в процессе... Где-то доучивались, а где-то, может быть, и на практике просто эти знания получались. Ну, естественно, да, но это же, получается, не системная подготовка, да, то есть, это кто-то сумел доучиться, а кто-то не сумел доучиться. Во-вторых, что ему надо учиваться не только по специальности своей непосредственно, а ему еще нужно сейчас идти в ногу со временем с автоматизацией, писать задания для киповцев. И квалификацию повышать, правильно, постоянно? Совершенно верно. И отсюда уже возникает вопрос, что в рамке старой специальности, которая готовилась, невозможно доувеличивать за то же самое время обучения, невозможно добавить компетенции. Именно поэтому возник вопрос о необходимости подготовки таких специалистов. Ну, а что такое эксплуатация? Эксплуатация, мы сталкиваемся практически в каждом месте, что водоснабжение, водоотведение, как крупное предприятие Вода Крыма, да, так на самом деле и на малых предприятиях. И второй вопрос, если говорить про проектные организации, то есть, корректное написание заданий для киповцев, да, то есть, связующим звеном, понимая технологию, могут выступить специалисты по уже... Это хоть и будут специалисты АСУТП, как сейчас уже прописывается, да, то есть, автоматизация технологического процесса, но в отрасли. То есть, это не просто общая автоматизация, а, соответственно, это специальность есть. Водоснабжение, водоотведение. И, соответствующим образом, может быть квалифицированное управление, коли это сложная система водоснабжения, водоотведения, коли это очистные сооружения, это насосные станции, практически весь спектр будет хорошо увязан. Поэтому потребности в таких специалистах есть. Где они могут быть еще востребованы, но я имею в виду, не только ведь в маловодных регионах нашей страны или только в маловодных? Я тогда отвечу. Значит, опять же, Российская Ассоциация Водоснабжения, то есть, при разработке ВГОСа, то есть, мы понимаем, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства очень узкая для ВГОСа, так, поэтому, естественно, думается, что специалисты по акватронике могут примениться в сельском хозяйстве, так, это тоже, ну, то есть, там, полив и так далее. Следующее, это промышленность. Опять же, очень много ВД уходит на промышленность. Промышленность, энергетика, ну, и, естественно, экология, вот эти проблемы. То есть, во всех есть система автоматизации, но если у нас в системе ЖКХ у нас задача подать воду, отвезти стоки, то там задачи эти специфические и будут специфическим образом решаться. Ну, собственно, гибкая такая специальность, и вот специфика это должна учитываться, да, при подготовке специалистов, повышение их квалификации? Ну, это то, что говорит ООН, это интегральное понимание функций ВД, которые существуют. Таким специалистам, естественно, был бы интересен практический опыт маловодных стран. Насколько реально подобное сотрудничество, а и с какими странами? Нет, ну, страны везде, где есть. Ну, например, та образовательный центр, который у нас есть, научно-образовательный центр, оборудование все германской фирмой ФЕСТО. Да. Больше фирмы не рекламируем, хотя интересно, да. Да. Ну, там следующее. Ну, и там стоит... Ну, немецкая фирма. Да, немецкая фирма. Ну, не будем говорить с интро-санкцией и так далее, да. Но там еще одна фирма, которая производит датчики. То есть там оборудование оснащено всеми датчиками, которые... Просто помните инцидент с турбинами? Не будем, чтобы из нашего эфира выходило что-нибудь, да. Ну, я могу сказать, что это та же самая фирма. Понятно, я так и поняла, да. Да. Но датчики все, которые, в принципе, применяются и устанавливаются на реальных предприятиях. То есть вот те студенты, которые у нас обучаются, так, то есть они смотрят реальные датчики. Ну, единственное, что макеты, они там в тысячу раз меньше. Ну, еще хотел добавить к моему коллеге, что, с одной стороны, в систему автоматизации входят специалисты нашего водоснабжения, но еще входят специалисты автоматчики. Чистые автоматчики – это люди, которые знают автоматику. Им тоже сложно. Почему? Потому что они специалисты автоматики, и они должны начинать разбираться в технологии. То есть они тоже должны как-то повышать. Ну, то есть это вот синергетическая такая специальность, которая соединяет знания в двух этих областях. А датчики, ну, во-первых, действительно существует семерная сеть, то есть мы можем пользоваться данными по тому, по программному обеспечению. И еще одно, значит, разрабатывается очень мощное и отечественное программное обеспечение. То есть вот, например, наших студентов для моделирования городских сетей мы пользуемся отечественной программой ЗЛУ, разработка Санкт-Петербург. Аналогичная программа есть в Новосибирске, есть иркутске. То есть на них мы пользуемся. Почему? Потому что, то есть отечественное легче. То есть всегда можно обратиться к разработчику и указать там ошибки или дополнения, как можно скорректировать. А может быть даже где-то они уже и адаптированы лучше, да? Нет, они 100% адаптированы. Под нашу действительность. Да, совершенно справедливо. Ну и вместе с ними можно двигаться дальше. То есть если мы будем ориентироваться... То есть действительно аппаратное обеспечение, ну компьютерная техника, то есть мы отсюда ничего не можем сделать. То есть мы вынуждены брать то, что есть, там лучшие образцы. Ну и даже насосное оборудование, так? Но программное обеспечение и мозги наши, то есть, так сказать, делать мы можем сами, естественно. Ну и учить студентов тоже на этом. Ну вот давайте снова, немножко забегая вперед, ну допустим, у нас уже есть специалисты, все документальные у нас проблемы законодательные там решены, все, вот выходит специалист. Чем он первонаперво вот может заняться? Ну начнем с того, что должны будут в организациях созданы отделы автоматической системы управления. То есть сейчас это называется, по-моему, отдел КИП, контроль измерительных приборов, так? Да, и в принципе этот отдел может заниматься, первое, сбором обработки данных, то есть конкретно, что мы имеем, так? Анализ данных, ну и моделировать будущее, что будет происходить. То есть вот данная ситуация, например, которая сейчас, то есть можно будет... А на практике вот? Ну на практике, то есть в конце концов они разрабатывают программы, говорят режимы, оптимальные режимы работы предприятия. То есть там вот сооружений, насосных станций, то есть вот как лучшие... Ну вот если применительно, например, к сегодняшнему дню, то есть помните, мы говорили, отключать воду или понижать давление. То есть вот при наличии достаточного количества датчиков, в том числе манометров и расходомеров по всей сети, и наличие единого диспетчерского пункта... И модели. И электронные модели работы этой сети, да, которую необходимо создать, и полностью ее в онлайне видеть и знать, как она себя будет вести, то можно уже дистанционно управлять и отключением, и включением соответствующих задвижек, и отключением, и включением насосов. Таким образом понижать давление тем или другим образом, а не вручную крутить там те или другие задвижки. То есть это за этим будущее. То есть тем, чтобы можно было, мягко говоря, с диспетчерского пункта полностью управлять системой всего водоснабжения. Вот даже не сомневаемся, что за этим будущее. Какие вот страны, а может быть какой-нибудь регион нашей страны можно привести в качестве примера, где уже подобное применяется? Ну, естественно, столица. То есть Москва и Санкт-Петербург, там, конечно, это... Хотя там не готовят, то есть нету научно-образовательного центра, так они остановились на уровне колледжей, готовят, в основном, специалистов для участия в AllSkills. И достаточно активно вкладывают. В Петербурге, там, где находятся разработчики этой программы, то есть, конечно, они активно внедряют и используют эти программы, но если целиком говорить, то есть это сети, ну, про сети можно говорить, но если еще внедрить технологии, то есть очистные сооружения, водоснабжения, то есть если там это внедрить, так, тогда это совсем другой уровень. Ну, и следующее, мы не забываем об экономике, то есть, опять же, с помощью специалистов вот таких по акватронике можно моделировать ситуацию, то есть, что будет, если там тарифы менять, как они влияют на водопотребление, ступенчатый тариф и так далее. То есть это можно делать, но на компьютере, а не на кушке. Ну, и да, и сама специальность-то, понятно, что тоже многофункциональна. Ну, хочется вспомнить, на самом деле, даже опыт Украины, то есть у нас был такой город Харьков. Но он и есть, только не у нас. Да, он и есть, да, к сожалению. И там был очень сильный водоканал, и, например, даже там в 2008 году он представлял очень развитую свою сеть, они очень сильно над этим работали, у них было автоматизировано вплоть до электромагнитных клапанов даже в квартирах, которые отключались за неуплату, если человек там не уплатил конкретный жилец. То есть такой даже механизм борьбы со злостными неплательщиками. Совершенно верно, это раз. Во-вторых, ввелся учет изменений давления по всей сети, и если где-то возникал порыв, то есть они это видели до того, как возникали звонки. Третий вопрос о том, что у них там ставилось на автоматизированный учет даже какие бригады, какие участки ремонтировали. Для машины были. Да, и учитывался, что если там какие-то порывы возникали вновь и вновь, то есть если разные бригады, значит это проблемное место, которое надо перекладывать, а если одна бригада везде, там за ней надо потом новые порывы, значит бригада плохая. То есть они вели этот автоматический учет не только самой сети, но даже работы своих служб, которые работали тем и другим образом. То есть вот эта вот автоматизация на стыке с технологией, она позволяет очень широкий спектр охватывать, и это меняет вообще в целом. То есть от и до цикл, да, такой? Да, и в конечном смысле мы же говорим о том, что специальности и город для людей. То есть вот эти вопросы, они позволяют делать более комфортной жизнь людей и более ее управляемой, да, и более рациональной. Но вот вы не сказали мне, какие страны могут примером считаться? Ну, там, где мало воды, наверное, те страны самые передовые. То есть можно приводить пример страны Персидского залива, там, где лет 10-15 вообще не было воды. Они сейчас там ледники делают. Следующий, Израиль, там, на самом высоком уровне, причем не только уже реализация, но самое главное, что впереди акватроники, у них еще и находится наука, которая разрабатывает эти все вещи. Ну и Германия, которая тоже обращает. Германия, следующий, ну и везде свои уклоны. То есть Израиль связан с дефицитом воды, так? Германия связана с производственной лучшей техники, то есть датчики и так далее. Бразилия занимается, но в большей степени они берут деньги ООН, связаны с экологией. Ну, там, мы знаем, бассейны и так далее, так? Эмираты, ну, это люди, которые там жили в пустыне 20 лет, а сейчас они выпускают учебники по уплеснению и по автоматизации, по оценке там рисков и так далее, и так далее. Ну, то есть учебники выпускают уже по этому направлению. То есть вот страны, которые... Ну, и я надеюсь, что у нас тоже с нашими усилиями, так сказать. Мы тоже надеемся, КФУ первый взялся обучать студентов, да, готовить специалистов. Ну, наверное, скорее риторический вопрос. Справимся ли мы? Будем ли мы готовить достаточно специалистов? Потому что, я так понимаю, скоро уже они будут очень и очень востребованы. И не только в нашем регионе. Да, ну, подготовка специалистов еще зависит от того, что нам готовит школа. Так, то есть, естественно, мы готовы. Очень глубокий вопрос, очень глубокий вопрос, да, требующий отдельного эфира, да. Совершенно справедливо. Ну, это бы совершенно верно, конечно же, я так понимаю, эксперт в области подготовки, обучения студентов. Вы, конечно, прекрасно понимаете вот эту всю невозможность одного без другого. Да, ну, все, что можно, мы делаем, так и стараемся. Ну, и вот взяли за такую работу совместно с Растрововой вот пробить, создать в кратчайшие сроки вот эту новую специальность. Поддержка есть? Ну, поддержка есть, но в области. Ну, например, РАВВ, вот буквально в конце месяца. РАВВ это что? Это Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. Вот с 16-го или 17-го года проводят ежегодные водные конгрессы, и конгресс проводится под патронатом Иванова Сергея Борисовича, там спецпредставителя президента по вопросам экологии и так далее. Ну, там в президиуме участвуют депутаты Госдумы, там, госсовет, потом губернаторы и так далее, и так далее. То есть это важность. Ну, и там один из важных столов – это мероприятие по обеспечению кадрами водной отрасли. Я предлагаю продолжить данную тему в одной из наших следующих бесед. Пригласим вас к нам обязательно в студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были заведующие кафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы водной технологии Анатолий Копачевский. Илья Викторович, Анатолий Михайлович, спасибо огромное за то, что вы брали время и пришли к нам в студию. Спасибо большое. Ждем всегда в гости. Эфир продолжается. Спасибо. Спасибо.